Коллекция бутылочек, как декорация. Перекладываем часть в меньший ящик. Контейнер. С листьями вкуснее? Да, предварительно ничего не очищали. Даже с иголками. Вот. Я лову вкус чуть-чуть. 45-й ростов там самое то, что вышло. Вместо пресса. Цвет, конечно, красивый. Главное, что натуральные слои. Это предварительно ты подавил, да? Она тоже перебродила. А теперь что будет? Теперь надо отжимать и по баллонам разливать. А мешок это как сито? Ну, чтобы жмых, да, не пошел. Там уже он бьется. Газачевая. Вот такой вот сверху пресс. Все самодельное? Ну, конечно. Вкусная казачья, должно быть все самодельное. Тем более для себя. У нас сильно сложных приспособлений не нужно. Если, конечно, о ней тысячу литров делать. Главное, сколотить опору прочно. Пошел процесс. До последней капли. Таким образом надо все это ведро, да, переработать? Отжать. Потом разлить по баллонам? По баллонам, да. И он будет стоять на осадах. Сливаться. Отставился. Конечно, нелегко, но это стоит того, чтобы химию не пить. А натуральная. Ну, конечно, если в частном доме живете, в квартире, наверное, сложновато будет это делать. А можно и в квартире. Ну да, при желании можно и в квартире. Купили в таких количествах. Да. Все выдавили. Осталось теперь убрать. Сито, так называемое. Мешок. Это муки. Выглядит, конечно, не очень. Это еще пойдет на второй раз. Самогон. Тот же мух, который от вина пойдет на самогон? Да, можно опять вино, а можно лучше самогон. Можно и вино. А для вина что, водой надо залить? Ну да, с сахаром с водой. И чтоб постояло? Угу. Сорок. А вообще планируешь? Сколько? Ну, 150 хотя бы. 150 литров. Там еще в подвале браги стоят, бродятся. Угу. Сейчас сходим его. 150 литров. Это надо пересчитать, сколько в деньгах, если покупать в магазине. Так это же в магазине. Да, потому что виноград, в принципе, мы собирали у себя, у друзей, у родителей. То есть можно сказать бесплатно. А если считать, что каждая бутылка рублей по 500, ну, средняя цена 0,5-0,7. Процесс переливания в баллоны. Баллоны такие большие. Нальем баллон, прикрепим перчатку. В подвал. На сколько дней оно будет стоять? Нормально. Как осадок весь сядет, нормально. То есть по времени не определено, надо смотреть, да? Состояние, если осадок сядет. Ну, хотя бы недельки, две недельки. Насыщенный. Все, продолжаем. От такого вина точно не отстирается, если попадет на белую рубашку. Не откажешься. И не отстираешься. Конструкция хрустит. Нормально. Добавляем. Посадки сладкие. Отстатки сладкие. Розовое. Скоро многие начнут вино делать домашнее. Потому что продается в магазинах Иногда пить вообще невозможно Да и, наверное, и не нужно Деревячка какой стал Двордовый Разница Которую можно увидеть Переливать Осадок оставляешь Чистое отстойное вино Уже в отдельную тару Осадок выкидывается Ну это покажем В следующем видео Когда уже все баллончики Подстоятся Перчаток грунт и становятся черные Как орехи, когда чистят Вот тут порвалось, будет черный петок В общем, без перчаток не работаете Иначе нельзя будет выходить никуда Неделю руки Навряд ли кто-то поймет, что вы делали вино Поэтому лучше, конечно, перчатки использовать Специалисты поймут Ну, чтобы косых взглядов не было Лучше перчатки надевать Переливать То есть, да Осадок оставляешь Чистое отстойное вино Уже в отдельную тару Осадок выкидывается Ну это покажем в следующем видео Когда уже все баллончики Подстоятся Продаются уже для давки аппараты Но можешь саму сделать Такие С железа сделаны Ну, чтобы было под рукой С тобой сделали Ну да, если хотите Более дешево все делать То лучше самим А если, конечно А, это такая конструкция Неплохо работает Затратить кучу денег А еще и потом вино не получится Это, конечно, печально Поэтому лучше сначала пробуйте Подручными средствами А потом уже Более профессиональное Что-то покупайте Заходим в подвал Там, где хранится вино Таких подвалов Наверное, уже и не осталось нигде Мало где вообще их сохранили Так, смотрим Что у нас тут есть в подвале А вот уже Отдавленная стоит Вот осадочек снизу Видно, сел Угу Такие запыленные баллончики Да, это еще чисто Перчатки для контроля Да, это чтобы воздух туда не попадал А они потом будут становиться? Ну да Одна вон уже начала Пальчик поднимает Ну да, уже Почти показывает класс Вот брага Вот ее помешал уже Ну вот она вся уже помешанная Обычная шапка Это вот свеженькая Это тоже свеженькая То есть это что брагу надо будет переработать на прессе Это уже Тоже помешал бродить Да Посчитали мы Сколько бутылок получается Из всего То что есть Около 300 бутылок А вот есть Если перевести это в деньги Что если одна бутылка 500 рублей С того года вино Почти полно Да, это вот Такая казачья осталась Приспособа для вина Как она называется? Бутыль Бутыль Ну вот это железная С соломой Ну вот уж бутылка внутри Ну внутри да Вот это Ну вот специальную температуру Чтобы держал Ну таких наверное тоже не осталось Единственное Да я и таких этих не остался Сумки Так вот Посчитали мы сколько бутылок 300 бутылок получится примерно Если считать Что каждая бутылка Рублей 500 То в итоге получалось 150 тысяч Авосечки Да В таких Не мед А молоко носили Продукты Ну молоко тоже носили Так вот Посчитали Что в среднем Человек Где-то По 2 бутылки Если в неделю Ну с компанией 150 бутылок В год выпивает В общем экономия есть Если делать домашнее вино Вкусное Самое главное Вкусное Потому что если сделать кисляк Его пить никто не будет Пить